Все здравствуйте! Мы продолжаем наши уроки из Шатера Авраама. И в первой части нашего урока мы сегодня поговорим на тему, как мы начали цикл уроков иудаизма и христианства, развития отношений. Кто действительно хочет разобраться в этой теме, предлагаю всем на канале YouTube Шатер Авраама. Есть уже 5 уроков, потому что важно к этой теме подойти, ну кого это действительно интересует, последовательно, чтобы прослушать все, о чем мы говорили. Потому что у нас сегодня будет определенная направленность. Цель этих уроков это восстановить истину, ни в коем случае не доказать какую-то правоту. Ее все равно доказать будет невозможно, 2000 лет не доказали. Но когда истина, по крайней мере, звучит предложение, каждый человек сам может задуматься, разобраться. У всех есть свой разум, подумать, посмотреть, ну и принять для себя какое-то мнение и разобраться, как это так. Вот. И у нас сегодня будет тема такая о Духе Святом. Да, слышали такое явление? Святой Дух. Вот, слышали. Вот мы сегодня попробуем поговорить о том, что это. Я хочу личный такой пример. Вот я вначале попал не в синагогу, а попал в церковь христианскую, протестантской направленности. Вот. И изучал там, конечно, все вот эти доктрины. Ну, я не мог понять, как это. Я одно понимал, что Бог один. И изучая всякие тонкости, там, доктрины о Боге, вот это Отец, Сын, Святой Дух, никак не мог понять. И как ты не спросишь кого, все говорили, ну, не пытайся это понять, это сверхъестественные вещи. И Отец, и Сын, и Святой Дух, три сущности, но это одна сущность. В общем, очень сложно было мне это все понять. Ну, сложно и сложно, понятно, Бога вообще понять сложно же, да. Вот я помню, когда я попал первый раз в синагогу, вот я попал на молитву в шаббат, ну, посмотрел все. И у меня сразу такое, думаю, почему, ну, где-то считаешь, что здесь нет Бога, что здесь все неправильно. Ну, здесь чуть-чуть иначе, но все хорошо, люди молятся, молятся тому же Богу. Ну, вот, и я решил походить на уроки Торы, которые здесь были, и разобраться более немножко, ну, как здесь понимают Бога. Вот, и после первого урока я остался, я был молодой раввин, и я задал ему вопрос. Ну, он говорит, теперь задайте вопросы какие-то, и после урока я задал вопрос. И первый вопрос, который я ему задал, я говорю, расскажите, пожалуйста, вот как вы считаете Дух Святой? Это личность или это сила? Ну, Дух Святой – это что или это кто? Вот мне было интересно, потому что Отец Небесный, вот есть молитва «Отче наш», там, допустим, да, Отец Небесный. Это я понимаю, это про Бога, вот, и он нематериальная личность. А вот Дух Святой – это же тоже нематериальная личность, то есть как, есть Отец Небесный, есть Святой Дух, и они равны. И поэтому я задал такой вопрос, и, ну, не получил корректного ответа. Мне сказали, что это неоднозначный такой ответ, что надо походить, поучиться. Вот, и с тех пор я начал ходить на занятия, ну, и насколько лично я получил ответ, попробую сегодня поделиться также об этом и с вами. Вот, мы немножко вспомним, о чем мы говорили. Мы говорили с вами на предыдущих уроках, как еврейское учение, вот, которое возникло две тысячи лет назад, это же было еврейское учение еврейской люди, как оно переросло вначале просто в новую религию, которая вначале разорвала связь абсолютно с еврейской торой, с еврейским народом, а потом превратилась в антиеврейскую, да, то есть, ну, были гонения на еврейский народ, жгли еврейские святые тексты, была создана инквизиция, которая рвала, палила, истребляла талмуды, то есть, ну, многие вещи, вот, исторически происходило, и была же точка, точка какая-то, да, которая, вот, откуда начался этот разрыв, переросшийся в агрессию. И сегодня есть все эти исторические данные, исторические сведения. Мы на первом самом уроке с вами говорили о таком Никейском соборе, когда люди, которые были последователи этого учения, собрались в 325 году в городе Никея, и там были определенные постановления, это самый первый урок у нас был, и главное постановление, которое там вывели, это то, что Иисус является Богом равным Отцу, Бог сошел во плоти, сам Бог. Вот, конечно, евреи такую концепцию принять однозначно не могли, потому что на горе Синай было сказано, слушай, Израиль, я Господь, Бог твой, Господь один, и помните, что никакого изображения, ни того, что на небе, ни того, что на земле, и ни того, что под водой вы не видели. То есть, на земле, люди это тоже на земле, и человек не может быть Богом. В других местах Танаха сказано, я Бог, а не человек. То есть, ну, евреи не могли принять такую концепцию. Также на Первом Соборе были еще приняты два закона, это никогда не праздник Песох, не праздновать вместе с евреями, и день поклонения назначить не суббота, как у евреев было, а воскресенье. Да, то есть, были переиначены определенные доктрины, ну, как бы, ну, самое-самое, которое произвело разрыв, это то, что Иисуса, как бы, объявили Богом, равным Отцу. Вот. И потом происходит еще 60 лет, а мы знаем, что был все время, ну, как бы, раскол в этих знаниях, все время был раскол в этих знаниях. И получается, что там происходило, был такой Александрийский священник, Арий, его звали, и он выступал против этой доктрины, что человек может быть Богом, это внутри самого христианства. Вот. И люди поддерживали многие эту идею, и поэтому нужны были вот эти соборы, которые утверждали, прописывали эти истины, и, как бы, силой, ну, все должны были так понимать и так верить. Вот. И поэтому в 381 году в городе Царицыград, в то время так назывался, ну, был еще один собор собран, вот этот вселенский, и так было объявлено, что он довершил победу первого собора, то есть первый собор начал победоносное такое шествие, и второй собор довершил эту победу, и была утверждена третья личность божества, Святой Дух. И появилось понятие Святая Троица, да, то есть вот это все понятие Святая Троица, она берет с его начала вот этот промежуток, 300-400, да, на двух вот этих вселенских соборах, то есть это было прописано, был создан, так сказать, символ веры, это было записано, ну, как закон, как канон, да, и все христиане должны были так верить и так внедрять это все среди своих всех прихожан, как говорится. Все, кто были против, естественно, время было суровое, была создана инквизиция, все остальные были объявлены еретиками и, как это говорят, зачищены с Божьей помощью, да. Вот, и так утвердилась вот эта вот идея, что верую во имя Отца и Сына и Святого Духа, да. Эта доктрина, она до сих пор работает во всех христианских церквей. Я хочу сказать еще раз, все время напомнить, что сейчас говорю не в осуждение, а мы хотим разобрать, почему с еврейским народом, да, мы так и говорим, что, ну, развитие взаимоотношений, почему был разрыв, в каком месте. Вот, естественно, эту доктрину еврейский народ принять никак не мог. Вот, и тогда Сталин насильно заставляет евреев креститься. И вся вот это вот, ну, все, что мы знаем, историческое вот это вот гонение. Вот, была установлена такая вот формулировка. Я это взял, это вы можете взять просто в Википедии, везде выбьете Вселенские соборы, и там просто все рассказывается, что там рассмотрено. Вот такая формулировка. Дух Святой есть не служебное существо, а Господь животворящий, от Отца исходящий, с Отцом и Сыном споклоняемый и сославимый. Вот такая вот формулировка, да, что Дух Святой это не существо, а сам Бог животворящий. То есть третья личность, сущность Бога, да, и Отец, и Сын, и Святой Дух, все это три личности Бога. Вот. Остальные все объявлены еретиками, и как бы на этом, ну, на этом мы остановимся. Вот. Задается вопрос, ведь все равно же никто точно Всевышнего познать полностью не может. Да. В чем тут сложность? Ну, так поняли, иначе поняли. Мы все его не совсем, мы все время его познаем глубже и глубже. Так же? Вот когда мы выйдем из тела, то, насколько здесь, мы в теле очень ограничены, чтобы понимать его, чтобы чувствовать его. Но когда мы выйдем из тела, это уже другое дело. Поэтому, ну, задается вопрос, ну, что тут такое, ну, так поняли, так сформулировали, так записали, да. Но на самом деле, это очень важный момент, сложность это в том, что это стало точкой возникновения новой мощной религии, потому что на то время Греция, Рим, это были очень сильные государства, военные государства. Вот. И они утверждали эту религию силой. И мы знаем, что были крестовые походы, и все такое. То есть первое время, это первое время, около 1800 лет, да, тысячи лет, ну, утверждалась это, вот эта идея сформулированная, ударят по щеке, подставь другую. Это было только теоретическое понимание. Потому что, на самом деле, крестоносцы, они совсем иначе доказывали свою веру. Это рассказывает нам история. Орган такой, как инквизиция, они совсем иначе доказывали свою веру. Вот. И получается, что, что, ну, на самом деле, возникновение новой религии породило другую новую религию, тоже мощную, тоже большую, которая стала называться ислам. А это большое количество, это половина человечества, которое сегодня есть, которые стали против вот этой идеи троицы, идеи, что Бог может быть человеком. И вот эту всю концепцию. Они сказали, нет, это никак, мы не можем. И было противостояние вот этих двух мощных, двух империй, можно так сказать. Вот. И это продлилось очень множество, большое множество лет. Кстати, вот эта религиозная ненависть друг к другу, она гораздо сильнее, чем когда люди просто поссорили за деньги. Вот говорят, все конфликты, они из-за денег, из-за экономики, но не факт. Не факт, потому что, например, первое убийство произошло где? Оно произошло на жертвеннике Бога. Каин убил Авеля. Чего им не хватало? Вот, пожалуйста, все было полное изобилие, экономика была в порядке. А чего же им не хватило? Это же был религиозный конфликт. Кого Бог больше любит, чья идеология более правильная? Из-за этого родной брат убил родного брата. Поэтому не так. Вот если посмотреть корни возникновения новой вот этой доктрины, то это большая проблема. Потому что после этого люди стали убивать друг друга, доказывать свою правоту своей религии, кто правильнее понимает Бога и кто правильнее знает его законы. И это две большие религии. Я уже не говорю там маленькие. Потом эти две религии начали делиться на разные тонкости, так же, как и в исламе есть разные течения, направления, так же и в христианстве есть разные течения, разные направления. И было создано вот это вот учение, оно было записано, названо каноном. И что же произошло на самом деле? Две вещи. Проблема в двух вещах. Во-первых, когда переводили святые тексты, это непонимание иврита, непонимание святого языка, это совсем другие тексты были переведены, еще и введены в ранг закона. А следующий это заранее вот этот антисемитский акцент. То есть, как мы уже говорили, когда создавали эти учения, все, по которым потом учились все христиане планеты Земля, то там был уже заложен, уже была заложена ненависть к еврейскому народу. Вот эта идея ветхости завета и нового завета, что Всевышний, в чем это заключалось, мы уже говорили, что Всевышний отверг евреев за то, что они не справились с поставленной задачей, а выбрал вот церковь. И теперь церковь есть столб и утверждение истины на Земле. То есть, они вместо евреев. И все вытекающие отсюда события, и новые доктрины, новые святые книги, и все это распространялось, как говорится, по Земле. Вот. То есть, что мы видим, если задуматься, что через 3000 лет существования уже еврейского народа, уже получили они Тору на горе Синай. Вот. И появляется, как бы, новое имя у Всевышнего. Но в Торе никогда не было понятия Троицы. Но почему-то, хоть Ветхий Завет, хоть Новый, как его называли, он Вечный Завет, но даже если его назвали Ветхий, но там надо найти понятие Троицы. Почему там нет, почему через 3000 лет вдруг возникает такое название. Связано с неправильными переводами, связано вот с антисемитским вот этим толком. Вот. И отсюда выходят многие вещи. И так как мы говорим о Духе Святом, да, ну, возьмите, почитайте Танах, почитайте Тору. Ведь там всегда было это явление описано. Святой Дух, Роха Кодыш. Да. И многие, многие говорят, сошла слава Божья. Сошел на Него Дух Святой. И вошел в Него Дух Святой. Дух Святой, который в нем. То есть, всегда были эти выражения, но почему-то никогда не было идеи о Троице, о Троичности Бога, что это другой Бог, не тот, который отец, а который как-то иначе. То есть, это, надо понимать корни, откуда это произошло. Что вдруг через три тысячи лет что-то стало новенькое. И нам, конечно, интересна вот эта греческая мистика, которая во время эллинизма была. Помните, когда был Олим Богов, были разные боги. Боги сходили к женщинам, женщины зачинали Геракла, Геркулеса, Зевса и так далее. Это все работало по одной себе. Боги сходили к женщинам, таким, как у нас. И женщины рождали других богов, которые Геракл, Геркулес. Это была такая греческая мистика. Поэтому в то время вот эта идеология, которую предложили новоявленная религия, она как бы нормально легла. Ну, потому что, как бы ничего нового, люди к этому были привыкшие. Вот. И появляется вот эта идея непорочного зачатия. Да? Потому что, как можно Иисуса объявить Богом? Ну, так он же непорочное зачатие. Дева в очреве. Ну, почему я говорю о неправильности перевода? Ну, вот. Я просто приведу пример. Люди сами могут посмотреть. Есть же такая книга «Пророки Танах» называется. Да? То, что пророчество. Вот. И есть пророки Шаягу. Пророки Шаягу. Исаия его называют. Там есть седьмая глава. И там есть такое, ну, как бы рассказ такой. Я немножко приведу, потому что оттуда тянутся корни идеи непорочного зачатия. Вот. И там сказано, что в дни Ахаза надо очень понимать вот прямой смысл, о чем там говорится. Там не говорится. Сейчас пророчество на через семьсот лет. Там говорится, в дни Ахаза это было в Израиле. Царь был Ахаз. Царь Иудей. Ахаз. Вот. И царь сирийский и израильский объединились воевать против Иуды. То есть, вот происходят события. Израильские войска, они тогда были в ссоре с иудеями, когда царство разделилось. Да. И сирийцы, они договариваются воевать против Иудеи. Царь, который был в Ахаз. Вот. И дальше написано, вы можете проверить, это седьмая глава, 12-13 стих. Ахаз и пророки Шаягу, они там беседуют. И там сказано, что Всевышний дал слово пророку и Шаягу. И он говорит, пойди к этому царю и скажи ему, что все, что они там собираются против тебя делать, не сбудется и не состоится. Будь спокоен, не страшись и не унывай. То есть, Бог посылает пророка утешить царя и дать ему правильное наставление, чтобы он не переживал, потому что на самом деле серьезная армия надвигается. И пророк приходит и говорит слово от Бога ему, что не сбудется, не состоится. И он ему дальше говорит в подтверждении, и сам Господь даст вам знамение. Все дева в очреве примет и родит сына и нарекут ему имя Эммануэль. Это то, как написано в переводе с греческой, вот в Танахе, я прям взял оттуда. То есть, он говорит, что вот будет вам знамение такое, что вот это все, что я говорю правду. И он говорит, все дева в очреве примет и родит. Теперь мы переместимся в то, что потом переводили греки. И то, как они сформулировали идею непорочного зачатия. Это Матфея. Это то, что назвали Новый Завет. Первая глава, 22-23 стих. И там написано «Избудется реченное через пророка Ишаягу». То есть, конкретно говорится это же местописание. Матфей. Он пишет, он пишет или от его имени в общем пишут. Кто-то пишет. Пишут, что вот именно это же самое слово на основании тех еврейских пророков, которые говорили. Сюда же вставляется это слово, что «се дева в очреве примет». И дальше сказано «И он спасет людей своих от их грехов и нарекут ему имя Эммануэль, что значит «с нами Бог». Вот так вот родится спаситель мира, который спасет людей от своих грехов. То есть, дальше уже можно говорить как угодно. Он спасет всех людей от их грехов, потому что он спаситель мира, потому что вот таким сверхъестественным образом сам Бог сюда пришел и для того, чтобы вот это Новый Завет так выглядели. Но ссылка идет на пророка Ишаягу, не на какого-то другого, а именно на той еврейский текст, который был там написан. Почему же евреи не принимают своего собственного пророка? Они что? Ну, если все евреи сегодня читают о нах, дети учат о нах. Почему же тогда евреи не приняли эту идею такую? Ведь так все красиво звучит. Потому что евреи умеют читать на иврите. Атанах был написан на иврите. И там заложена совсем другая идея, чем ее переводят на русский. На русский идея звучит красиво. Такая вроде бы красиво и легко и просто. За тебя пришел кто-то, тебе все простят. Но удобно. Удобно. Это так выглядит милосердие. Это, конечно, удобно так. Удобно, красиво. Но тут так не написано. Почему же евреи это не приняли? Потому что объясняю так, что там стоит слово, вот это, которое переведено «се-дева». Это, конечно, красиво звучит на славянском языке. «Се-дева». Но еврейские люди объясняют, что это написано «Вот это молодая женщина». То есть, вот это «се-дева» на иврите звучит так. «Вот это», причем это та женщина, которая вот перед глазами. Вот перед глазами она уже беременная. И это молодая женщина, потому что есть на иврите слово «девственница», то есть девушка, которая не была с мужем. В других местах Торы есть такое место, что вот «девственница» это переводится как «битула». То есть, это женщина, не знавшая мужчины. Это «девственница», это «битула». Но здесь стоит совсем другое слово. Стоит слово «алма». И это переводится как «молодая девушка», молодая женщина. И поэтому в этом месте то, что говорит пророк, он говорит, что вот придут на тебя цари там с войной все, но ты не бойся Всевышний, не сбудется, не сосыться, Всевышний не даст себя в обиду и будет тебе знамение. Вот это молодая женщина, которую мы знаем. Есть два мнения, о ком идет речь. Речь идет или о жене вот этого самого царя Ахаза, или о жене самого пророка Ишаягу. Да, два мнения. Но это не важно. Сама идея, что вот женщина, которая живет в этом веке, это не пророчество на через 700 лет, а это вот во время царя Ахаза, во время вот этих событий, вот эта молодая женщина, которая уже беременная, она родит, и родится ребенок, и она, она даст ему, не они нарекут, а она даст ему имя Эммануэль. И так оно и произошло в те времена. Но потом берется вот это вот место, и оно переносится совершенно в другую книгу, и совершенно иначе трактуется, и дается совершенно другой подтекст. Даже многие христианские люди говорят, если это же главная идея Нового Завета, почему даже не во всех Евангелиях она описана? Например, Павел никогда об этом не вспоминал, хотя там большое количество, во многих Евангелиях вообще этот момент не упоминался. Ну, потому что это очень нееврейская идея, очень нееврейская идея, когда Бог сходит на женщину, и она рождает сына. Вот. И там дальше написано, что ангел ей сказал, не бойся, ну, благодатно, или как там сказано, вот, и Иосифу было сказано, да, что не бойся принять Марию, помните ее мужу, не бойся принять Марию, родившийся в ней есть от Духа Святого. Ну, как бы, такое интересное, такое заявление. Вот. Но тогда тоже задается вопрос, если родившаяся в ней от Духа Святого, то тогда чей, ну, кто Отец Иисуса? Ну, он, например, молится Отец Небесный, тогда надо молиться ему Дух Святой, ведь это же две разные личности, а мы видим, что Дух Святой сошел на Марию. Я сейчас не утрирую и не хочу, чтобы вы правильно поняли, но это действительно, ну, надо задуматься и понять. У нас, у евреев, принято задавать вопросы и сомневаться, ну, просто, ну, вопрос, это я не святотатствую никак, мне просто реально интересно, ну, просто по каким-то человеческим понятиям. Если Отец и Дух Святой две равные личности, вот прямо тут говорится, что родившиеся в ней есть от Духа Святого. Значит, Иисус должен ученикам был давать такую молитву. Ученики, мы молитесь так, Дух Святой, потому что его отцом является Дух Святой. И получается, как Отец послал Святого Духа к женщине, чтобы родился. Ну, то есть, эту идею надо понять. Вот я ее не понимаю. Если вы кто-то ее понимаете, ну, хорошо. Люди понимают, ну, хорошо. Кому-то это не важно, это дело лично каждого, да, но оно интересно же разобраться в этом деле, да. Вот. Теперь посмотрим немножко в Торе, в Танахе, как это было раньше, откуда вдруг, спустя три тысячи лет, берется новое понимание. Ну, мы знаем, что евреи, это монотеисты. Монотеисты, которые верят в единого Бога. Он не расстроялся, он, когда речь идет о его именах, то имена – это проявление его, качество, проявление его качества, совершенно проявление. Их не три, и гораздо больше. Десятки, гораздо больше, да, то есть, их совершенно не три. Вот. Но, например, мы понимаем, что есть сам Бог, сам Бог, а есть его проявление. Вот тут сейчас немножко сложно, но все равно сложно для человеческого ума это. Но, хотя бы немножко, то, что нам открыто, то, что можно взять своим умом человеческим, да, можно взять это. Вот. Есть сам Бог, а есть его проявление. И в Танахе, и в Торе часто можно такие выражения «И залью на вас Дух Святой, и будете пророчествовать, и сошел на них Дух Святой, и проявилась на них слава Божья», и так далее, и так далее, и так далее. Даже при сотворении мира, при сотворении, мы видим прямо в самом начале книги Берейшит, она же «Бытие», написано, что «Дух Всесильного парил над водой». То есть, уже был Дух Всесильного, но почему-то не было понятия Троицы никогда. А Дух Всесильного парил над водой, то есть, все хорошо, и дальше он сходил на людей, люди пророчествовали при этом, происходили какие-то события, как-то слава Божия проявлялась. То есть, есть разные, многие вещи, они более глубоко, то есть, это разные проявления. На иврите это все гораздо больше и гораздо глубже. Но мы возьмем самый простой такой вариант, чтобы понять, вот, нам, как говорится, на двух пальцах, что все эти проявления, они двух направлений. Вот, если рассмотреть, что человек, это как сосуд, то есть действие, проявление Всевышнего, как наполняющий сосуд, и действие Всевышнего, как окружающий сосуд. Два такие проявления Всевышнего. Это понятно? Вот, чуть-чуть, ну, например, возьмем сосуд, например, возьмем травинку, наполняющее действие. Вот есть солнце, а есть от него луч. Почему люди раньше поклонялись солнцу? Бог, Ра, там, помните? Поклонялись солнцу, потому что это очень похоже. Очень похоже. Вот есть солнце, а есть луч. Луч – это само солнце? Производное от солнца. Ну, нельзя сказать, что это что-то другое. Ведь если солнце, облако закрыло, то и луч пропал. Нет солнца, нет луча. Но все-таки луч – это уже не солнце. Потому что оно перестало быть солнцем, когда оно вышло от солнца. Но на каждом уровне этот луч здесь очень горячий. Помните идею, когда нам в детстве рассказали, икар подлетел близко, и обжег себе крылья? Чем выше к солнцу, тем луч горячее. Чем дальше, 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 а до травинки доходит ровно такая сила, которая нужна, чтобы наполнить эту травинку, чтобы она внутри, внутри имела жизненную энергию, жизненность и росла. Если дать чуть-чуть больше окружающий свет, не внутренний, не наполняющий, а окружающий, она сгорит, если ее так зажарить сверху, и травинка перестанет существовать. То есть даже для травинки взять луч, взять солнце, и взять сосуд, а также теперь вместо травинки взять подставить человека, и понять, вот как работает вот это вот проявление. Теперь возьмем два выражения, которые описывают два аспекта. Есть выражение «дух святой», когда говорится «руах акодыш». Руах акодыш – святой дух. Руах – это ветер, дух. Акодыш – это святой. Святое дуновение, святое наитие, так можно сказать, ну по-русски, чтобы понять. Вот раз и навеяло на тебя что-то такое, да? Вот. То наши мудрецы объясняют, что это такое, это есть разные уровни пророчества. Руах акодыш – и сойдет на вас дух святой, будете вы пророчествовать. Первый пророк, кто у нас был? После потопа люди потеряли связь с Богом. Первый пророк, наверное, был Адам. Но потом, когда люди, он говорит, грехи мои отделили вас от меня. Я и рад был с вами общаться, но ваши грехи не дают. Люди потихоньку потеряли этот уровень, да? Кто-то Ноах немножко его сохранил. Какой-то уровень. Потом мы знаем вот этот вот Малкицедек, это Шем, сын Ноаха, сохранил. А потом мы видели, как он передал какое-то благословение Аврааму. И Авраам из Авраама превратился в Аврагам. То есть была вот добавлена буква из имени Всевышнего. Ну, сегодня бы крестьяне, это бы назвали бы, что его крестили Духом Святым, Авраама. Ну, они бы такое выражение придумали под Авраама. Что Дух Святой вошел в него. Все дело в названиях. И Авраам, что он стал пророком. Он подключился действительно к этому уровню связи с Всевышнего. И из-за этого было все его служение. Он людям поднимал людей, души поднимал, учил их взывать к Всевышнему. И многие-многие люди он подключал вот к этому связи с Всевышним. Ему дана была вот эта сила. Вот даже в наших главах, вот мы недавно изучали про Иосифа. Вот я интересный, ну, обратил как раз момент. Вот слова фараона. И сказал фараон рабам своим. Найдем ли мы человека подобному этому, в котором Дух Всесильного? Та же самая идея. И дальше он говорит, так как Всесильный известил тебе все это, ты будешь над домом моим. То есть он увидел что? Он увидел, что Дух Всесильного в нем. Почему? Потому что у него был определенный аспект пророчества. Он отстрактовал сны. Он рассказал будущее. Он рассказал, как выйти из этой проблемы, которая голод будет на стране. Он все рассказал. И даже фараон понял, говорит, в нем Дух Всесильного. Поэтому возьмем, поставим его, потому что он исправится. Раз в нем Дух Всесильного, то сам Бог Всевышний дал ему силы и возможность исправиться с данной задачей. То есть это всегда происходило. И вы возьмите, почитайте, просто если внимательно присматриваться. Всегда это проявление было всегда. Но никогда не было Троицы. Дальше мы видим, например, Маше. Уровень пророчества еще больше раскрывается. Потому что у него была миссия серьезная. Вывести еврейский народ. Довести их до земли. Говорит, из уст в уста разговаривал с Всевышним. Облако сходило, слава сходила. Шхина раскрывалась. Сейчас мы дойдем до этого другого уровня. Вот. Во всех книгах пророчествах написаны внутренние проявления. Мы можем увидеть. И сойдет на него Дух милости. То есть вот как пророк послан был царю, говорит, чтобы он не переживал утешение какое-то. Какое-то внутреннее состояние. Человек нервничает, тревога. И вдруг раз какой-то ныть. Он говорит, ох, я понял, я больше не волнуюсь. Я вот сейчас понимаю, что... Я понимаю просто все. Сейчас вот я чувствую, что Всевышний со мной. У меня что-то внутри в меня происходит. Или сошел на него Дух мудрости, Дух крепости, Дух силы. На Шемшона сходил Дух силы, он рвал пасти. На Ишуа-бен-нуна, когда Маше возложил на него руки и передал ему как бы божественную силу и видение. Написано, и сошел на него Дух мудрости. Это что, разные духи все? Или это какие-то внутренние наполнения? Это действие, это проявление Всевышнего, как наполняющий свет, наполняющий сосуд. Да, разные проявления, разные тонкости. Но это все действие направлено на эмоции, на разум, пророчество, качество человека и так далее. Это действие, оно всегда было, и оно всегда и дальше проявляется. Второй аспект, мы можем слышать часто такое выражение, как шхина. Что такое шхина, вот как формулируют это еврейские мудрецы? Это божественное присутствие в мире, имеющее отношение к сотворенным мирам. К сотворенным мирам. То есть, это то, что можно сказать, иногда говорят, раскрытие славы его. Как свет окружающий. Какие-то происходят события, да, и это тоже, это его проявление, ну, раскрытие его присутствия, как бы говорят. Почему говорят раскрытие присутствия? Потому что нет такого места в мироздании, ни на небе, ни на земле, где есть его отсутствие. Поэтому его присутствие, это надо понять, о чем идет речь. Просто я могу человека видеть, а он может одеть шапку-невидимку, ну, например, как в сказке, и тут присутствовать, но я его не вижу. Так и Всевышний. Если мы не видим его, то мы не видим, но если он хочет, чтобы мы его увидели, то он раскрывается так, что и солнце может остановиться, и море может разойтись. И что угодно может произойти. И почему он этот мир создал, он может здесь так проявить свое присутствие, как он хочет. И мертвый может воскреснуть. Это было в Танахе много раз. Но почему-то сегодня христиане говорят, что вот он воскрес, воскрес. Ну, хорошо, пусть воскрес, возможно. Так в Танахе было девять раз воскресения, девять случаев воскресения. Воскресение мертвых – это чудо. Это нарушение законов природы. Но они были в Танахе, это исключение, они бывали. Но это же не единичный случай, даже если это про Иисуса, да? Но это не единичный случай. Это же все было три тысячи лет. Ну, то надо тогда понять, как-то объединить картинку, что почему-то да новое название, почему-то да новая религия, почему-то да все вот это. Как к этому относиться? Ну, давайте немножко тоже вот, как бы, возьмем еврейские слова, которые помогут нам немножко разобраться. Вот при акте сотворения, прямо взять книгу Берешит и разобраться об акте сотворения, как Бог творил этот мир. Ведь мы его как называем? Просто там создатель, творец. Но мы не понимаем, что создатель и творец на иврите – это совершенно два разных понятия. Это два разных уровня совершенно. Потому что на русском языке это не читается. И поэтому люди, которые переводили, они вот эти слова придумывали свое понятие какое-то. Но на иврите там раскрываются гораздо большие тайны. Вот, например, эта идея, что Дух Божий парил над землей. Как это понять? Что происходило? Ведь есть же замысел какой-то у Всевышнего, так же? А можно сказать так, что вот это все божественные силы оплодотворяли смыслом то, что будет называться мирозданием. Дух Божий парил над землей. Оплодотворял смыслом, услышьте, потому что есть замысел Всевышнего, и это еще не что-то материальное. Есть замысел, замысел Всевышнего. И поэтому он наполнял будущими мироздания, наполнял будущими смыслами. Потому что, смотрите, вот есть в христианстве там интересное слово. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Богом. Как это понимать? Ну, еврейские мудрецы говорили такую фразу. Это давняя-древняя фраза. Это они ее перефразировали. Что вначале он знающий, он знание и он знаемое. И дальше сами мудрецы говорят, как же он может быть знающий. То есть это уже его ограничивает. Это значит, на него повлиял кто-то другой. Вот если, например, что-то делает, творит человек. Он творит это, его так научили, ему так понравилось, на него кто-то повлиял. Но когда Всевышний задумал мир и придумал вот такой, как он есть. Придумал какие-то вот все, чем мы с вами живем. На него что-то повлияло? Нет никого, что могло бы повлиять на него. Поэтому он взял вот так чистого листа бумаги. Я это пример привожу так. Вот если, например, я беру, ложу чистый лист бумаги и пишу фантастический фильм. Я нарисую любое, что придумаю. А потом придумаю смысл. Это изделие может быть живое, может быть игрушечное, может летать, может говорить, может любить. Я наполняю этот смысл фантастику. И потом я все это оживляю, мы можем посмотреть кино. Почему оно такое? Это я придал этому смысл. Вот оно такое, я сам это придумал. Вот так Всевышний, на него никто ничего не повлиял. У него был замысел. И он вот этот вот, как написано, Дух Божий парил, он оплодотворял смыслом замысел Всевышнего. Идея Машеха, идея, что человек будет иметь свободу выбора. Имея, что человек сможет согрешить и вернуться. И вот эта идея спасения, возвращения связи с Всевышним. Это была пропитана вся Вселенная. Поэтому сегодня человек, который нарушает законы. А это же потом было все собрано и прописано в Торе. То, конечно, ему удачи. Все мироздание так работает. Ему удачи не видать, если он нарушает замысел и желание. Потому что потом все так создавалось и творилось, именно исходя из этого замысла. А дальше идет в акте творения вот несколько интересных слов. Сказано «сотворил мир», «создал» и «делает». Три глагола в исполнении сотворения этого мира. И те, кто немножко изучал Кабалу и книгу Тания, это называют Абия. Четыре мира. Ацилут, Брия, Ецера и Осия. Четыре таких духовных мира. Вот Осия – это самый высший уровень. Это там, где вот этот замысел Всевышнего. А потом начинается более. Потом начинается уже то, что называется Боре, Брия. «Сотворил». Что это за уровень жизни, нам объясняют. Это когда появляется что-то из ничего. Вот что-то из ничего появляется. И этот уровень человек никак не может на себя примерить. Человек ничто не может сделать, чтобы что-то было из ничего. Прям вот из ничего. Из ничего, знаете, что у человека может только появиться? У него может появиться только идея в его голове. Когда он подключится к витанию замысла Бога на его личную персональную жизнь. Вот я как травинка здесь. Почему пророк Иисусал? И я подключусь, и у меня оп, какая-то вдруг из ничего возникла какая-то идея в моей голове. Вот это что-то из ничего. И то почему? Потому что тот, у кого есть замысел, я подключился, и он сумел передать мне, потому что я захотел этого. И я получил какое-то направление. Это что-то из ничего. Следующий уровень создал. Что такое уровень вот это создал? Это изменение свойств объекта. Это когда уже что-то есть. Но потом из этого получается что-то. Например, есть дерево. А из дерева получается шкаф. Или есть какой-то металл. А из этого металла получается кастрюля. Это следующий акт творения. И следующий акт сделал. Это когда просто идет перестановка объектов. Вот сегодня в бизнесе есть перестановка объектов. Да? Называется посредническая деятельность. Я ничего не создал, ничего не сотворил. Я взял 100 килограмм картошки там, перенес 100 килограмм картошки в магазин, взял себе деньги, и пусть они, ребята, работают. Те картошку выращивают, а те картошку продают. А я взял там, переставил сюда. Ну и так далее. Вот мы сейчас стулья взяли там, расставили здесь. И у нас получается тут 150 человек могут сидеть. Почему? Потому что вон они стоят, их привезли, мы их просто расставили. Мы же их не создавали. Мы их даже из чего-то там они сделаны, из металла там, из чего-то. Мы даже этого не делали. Но это тоже делание. Это называется делание. Все вот эти этапы присутствовали, когда Всевышний творил этот мир. И все они пронизаны его замыслом. Ведь поймите, вот мы же живем, откуда есть такое понимание милосердия, помочь людям. Вот если бы у Всевышнего просто, он нарисовал другой замысел, сказал, заболел человек, убейте его и не мучайтесь. И люди бы так жили. И люди бы этому радовались. Почему? Был бы так пропитан мир, так бы эмоции у нас работали. Убил его и радуйся себе. Такой был бы замысел. Мы бы с вами так жили. Поэтому мы с вами так живем, только потому, что есть его замысел. И все эти миры, все пропитано, весь наш интеллект, все наши эмоции, руки, ноги, весь материальный мир пропитан его замыслом. Потом он все это записал, зашифровал в Тору и дал священникам еврейскому народу. Расшифровывайте это, учите и внедряйте весь этот божественный свет в материальный мир. И научите этому людей. Вам даю законов и заповедей чуть-чуть больше, а другим чуть-чуть меньше, потому что у вас разные задания. Ваша задача привлекать свет сюда, а все остальные народы будут распространять, внедрять этот свет в материальный мир. Вот такая вот немножечко идея. Теперь немножко вот еще мы немножко поговорим. Вот есть понятие, да, что есть света, есть тьма. И тоже интересно, вот пророк писал, ты создал свет и сотворил тьму. И опять вот эти два интересных слова, вот услышьте. Свет он создал, а создал, мы говорили, что это? Это что-то, ой, это что-то из чего-то получилось. А тьму он сотворил, то есть что-то из ничего. Поэтому тьма это самая мощная энергия вообще. Поэтому пророк писал, что ты поставил пределы тьми, тьма не может быть беспредельная. И как это происходило? Вот если взять солнце, например, это Всевышний, в нем ничего не может быть, и там все сгорит. Там такая температура, все сгорит. Поэтому что он сделал? Он внутри себя сделал, поставил предел, это называется цимцум. То есть он внутри себя, представьте, солнце, а внутри он взял и сделал такое вот, как бы биополе, скажем так. И внутри образовался, он сжал этот свет, то есть спрятался. И внутри получился черный, как говорится, черное место. И в этом черном месте, пожалуйста. А потом он сказал, да будет свет, и дал туда порцию света. И в этом свете начинаются уже потом дальше этапы творения какие-то. И творение, потом создание, потом переставление, все, что мы с вами говорили, и зарождается материальный мир. И появляется понятие тьма и свет. И как мы говорим, свет это добро, а тьма в тьме, в тьме у тебя нет знаний, замысла. И ты живешь как хочешь. Хочешь убил, хочешь украл, хочешь пошел к чужой жене. Ты издеваешься над собой, над людьми. Как это может прекратить? Это когда тебе во тьме станет больно или плохо. Или вдруг ты одумаешься, кто-то тебе подскажет выход, и ты отделаешься легким испугом. Или ты наткнешься на какую-то хорошую пилюлю. На проблему. И скажешь, Господи, за что мне это? И тогда Всевышний говорит, вот это как раз хороший крик, правильный. Вот теперь возьми, начни изучать, начни молиться. И начни вот этот свет добавлять во тьму. Это и есть служение человека. Привлечь сюда свет. И поэтому немножко разное служение есть у еврейского народа и у всех остальных людей. Потому что как бы задание еврейского народа работать на вот том мире, взять оттуда и передать сюда. А задача других народов взять тут и распространить в материальном мире. То есть среди своих семей, среди своих производств, среди своих судов, социальных служб и все, что называется жизнь человека в нашем обществе. Вот такая вот идея. Поэтому это и называется единство Бога. Это называется единство Бога. Это все один Бог на всех этих уровнях и проявлениях. И нет никакой троичности. Нет никаких у Него детей. А точнее, все наши души, мы все, все люди, его дети. Другое дело, кто-то себя таковым не чувствует. Но когда захочет, может вернуться в семью. Это возможность, вот это, когда Дух Божий витал, она была уже заряжена, все человечество заряжена. И все вышли, не хочу смерти грешника, хочу, чтобы каждый вернулся ко мне и так далее, и так далее, и так далее. Каждый человек, который изучает Ору, понимает это. Для него есть понимание, ну, что Бог один, что нет никого, кроме Бога одного, что все пропитано его замыслом. И наша задача изучать это и жить согласно тех заповедей. Этим есть. мы привлекаем свет и передаем этот свет. А еврейскому народу дано вот этот уровень света, который, ну, чуть-чуть больше, чем у других. Для чего? Потому что, как народ священник, их задача сюда притянуть этот свет и распространить его. Поэтому и сказано, что народы придут взять иудея за цицит. Что они подключатся к этому уровню. И это происходит вот уже прямо сегодня. На этом наш урок закончен. Будьте здоровы!